Реки лишились ледяных оков и вешние воды вырвались, затопив дороги и низководные мосты. Дошло и до населенных пунктов Ульяновской области. По традиции, жители Больших Ключищ стали заложниками разгулявшейся стихии. 11 человек оказались отрезаны от центральной части села. Каждый день они отправляются в плавание до работы, школы и магазинов. Благо, спасатели уже обеспечили трансфер. Моторная лодка пригождается несколько раз в день. Село Большие Ключища вновь затопило. Свеяга вышло из берегов. Сотрудники МЧС каждый день эвакуируют местных жителей, переводят с одного берега на другой. Они работают с 8 утра до 8 вечера. В населенном пункте затопило мост, соединяющий две части села. По словам спасателей, есть и сельчане, которые рады водным приключениям. Да, мы каждый год практически ездим сюда. Каждый год работаем здесь на паводке. Дети, школьники в основном радуются. Всем весело прокатиться на лодочке. Спасателям также помогает местный житель по имени Влад. Он переводит людей на папиной старенькой лодке «Казанки». А в 20 минутах езды от Ключищ располагается село Елшанка, которое недавно тоже пострадало от наводнения. Вода подтопила несколько домов. Но на данный момент, как мы убедились, уровень воды начал стремительно падать. В Цельнинском районе и за половодье заплакирована дорога, соединяющая Большое Нагаткино, Покровское и Мокрую Бугурну. В настоящее время, также мы прогнозировали подтопление семи мостов. Это у нас ежегодно происходит, а не низководные мосты. И в настоящее время сейчас у нас подтоплено четыре моста. Это Цельнинский район Новый рекеево, река Бугурна. Там уже порядка метра сейчас над мостом происходит. Он не очень низкий мост, там каждый год затапливается. Большие ключище, уровень воды сейчас 125 сантиметров над полотном моста. Красный Сидюково, уровень воды 30 сантиметров над полотном моста. И, соответственно, РП Ишеевка, мы вчера этот мост закрыли, который на Салмановку, 10 сантиметров уже выше. То есть этот мост, и все эти мосты нагрузку большую не несут, поскольку у нас есть объездные пути. Из-за обильного таяния снега на участке федеральной автодороги Р-241, Казань, Буинск, Ульяновск также вводили реверсивное движение. На данный момент машины проезжают спокойно. Дорожные службы отсыпали песчаные валы, чтобы снизить уровень воды и перенаправить поток. К сожалению, этот участок дороги очень низкий. Мы прекрасно знаем, каждый год у нас происходит перелив. То есть воды из полей, которая сейчас через эту трассу, это ежегодно происходит. Планировали дорожники делать водопропускные каналы, но там некуда будут водить. Как правило, подтопление участка этой трассы длится не более двух дней. Для дежурства на федеральных автодорогах региона сформировано 19 бригад, в составе которых задействовано 124 человека и 48 единиц техники. По словам спасателей, пик паводка ждут в середине апреля. Виктория Черкова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.